Северная транспортная компания осуществила первый пробный пассажирский рейс по Печори в поселок Красное. В период межсезонья, вплоть до середины июня, судно на воздушной подушке «Полярник» поможет сельчанам избежать транспортной изоляции. Первыми пассажирами нового рейса стала и наша съемочная группа. Транспортная безопасность населенных пунктов Нижнепечория по-прежнему является темой номер один и для окружных властей, и для районных. Вопрос остается актуальным как в период распутицы, так и в сезон ледостава. И ключевые слова в этой теме – регулярность и безопасность перевозок пассажиров. Транспортная логистика для поселка Красное в этом году будет изменена по инициативе главы региона. Было поручение губернатора осуществить связь между поселком Красное и Ринмаром. В рамках этого решили сделать пробный рейс сегодня днем. Посмотрим, как будет с пассажирами, и в дальнейшем, пока с частотой, один раз в день будем производить данный рейс. То есть жители ждут? Ну да, с главой все согласовано. В общем, да, все предупреждены. Вместительное, уютное и скоростное судно на воздушной подушке «Полярник» ежедневно будет курсировать в населенный пункт. Помимо задачи по доставке пассажиров, рейс будет выполнять функцию транспортную. Регулярно «Полярник» станет доставлять в поселок Красное почту и аптечную продукцию. У нас заключен договор с главпочтампом, с ненецкой фармацией. Если какой-то груз от них будет, то не проблема. Возьмете на борт? Да, конечно. Новое скоростное судно пришло к нам в регион своим ходом из Усть-Цильмы в конце октября прошлого года. Первые рейсы показали, что подушка готова к работе в суровых условиях Крайнего Севера. Техника хоть и сложная, но безопасная и надежная. Мощность двух двигателей «Каменс» почти 140 лошадиных сил. Классификация судна «Ховер Крафт», что в переводе с английского «парящий над водой». Действительно, при средней скорости в 45 км в час судно на воздушной подушке «Полярник» в буквальном смысле парит над водой кузького шара. Машина замечательная, комфортная, но сложная в управлении, считает капитан скоростного судна Иван Кононов. То и дело, маневрируя среди торосов уже не зимние печоры. Иван – капитан опытный за штурвалом СВП уже 7 лет. Судоводитель без необходимых навыков просто так не полетит на подушке. И даже не взлетит. До Красного мы добрались меньше, чем за час. На берегу нас уже ждал глава муниципалитета. Мост демонтирован через Кую. И, по-моему, впервые долго не ходила подушка в Красное. В Красное подушку вообще никогда не ходила. Вообще первый раз, да? Ну, что эти исторические события в Красное. Альтернативный транспорт, воздушная подушка. Посмотрим, насколько это понравится жителям, устроит расписание и все прочее. Ну, по крайней мере, возможности безопасно добраться до Нареймара, если появится. Мы будем ездить, что это вот на регулярной основе. Вместительность полярника – 22 пассажира. Грузоподъемность свыше двух тонн груза. Рекомендованная максимальная скорость на льду – 70 км в час. По воде до 50 км. В Распутицу это судно незаменимо. Раз в день периодичность достаточно. Посмотрим. То есть, на сегодня, в принципе, есть электронативные переправы через Кую. То есть, частенькие переправляют через Кую тоже. Насколько востребовано у жителей. Ну, покажет время. То есть, надо привыкнуть, надо объяснить и посмотреть, как это все было. Кроме пассажиров, еще и почта. Ну, да, это очень удобно, да. Если почта будет регулярно ходить, то без всяких мучений, это очень удобно. Выполнив первый регулярный рейс, полярник возвращается в Нареймар. Ветер идет в корму, капитану то и дело приходится сбавлять скорость, маневрировать. Доставив нас в город, судно набирает новых пассажиров. На этот раз в Тельвиску. В первый рейс, как на первое свидание. Наше свидание получилось удачным. Тимофей Жуков, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Продолжение следует...